В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Компенсация платы за выносит кого, кому положено и как оформить. Акт вандализма. Неизвестные повредили один из экспонатов военно-исторического музея. Большое летнее открытие. В художественной галереи открылась персональная выставка Павла Николаева. Далее расскажем обо всем подробнее. С января 2019 года на территории Нижегородской области действует коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами. Она введена взамен жилищной услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. Законом предусмотрены меры социальной поддержки и ежемесячной денежной компенсации гражданам для оплаты новой коммунальной услуги обращения с ТКО. С января этого года плата за обращение с ТКО уже включена в ежемесячные денежные компенсации льготным категориям граждан, а также членам семей погибших военнослужащих, которые получают субсидии и компенсации по линии соцзащиты. Ветераны боевых действий право на льготы по этой статье утратили. Расходы на вывоз мусора им не компенсируются. Они получают компенсацию в части только жилищных услуг. А так как услуга ТКО – это коммунальная услуга, то у них ЕДК в соответствии с этим с января 2019 года уменьшилась. Но право на компенсацию расходов за обращение с ТКО появилось у многодетных семей инвалидов, семей с детьми-инвалидами и ликвидаторов Чернобыльской аварии. Льготы в размере 50% установлены для семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума и одиноко проживающим пенсионерам. Доход последних не должен превышать 22 266 рублей в месяц. Он касается только семьи с детьми малообеспеченными и одиноко проживающих пенсионеров, у которых нет категории ветеран труда, ветеран труда Нижегородской области. За дополнительными разъяснениями можно обратиться в Управление социальной защиты населения Сарова по адресу Проспект Мира, дом 15, кабинеты 114 и 132А или по телефону 98126-98132. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Неизвестные повредили экспонат музея автомототехники, расположенного в торговом парке АСС. Реактивная система залпового огня «Град» находится на специальном постаменте практически с момента открытия экспозиции ретроавтомобилей. Ее можно считать внучкой знаменитой «Катюши». Злоумышленники разбили стекла военного автомобиля и скрыли с места происшествия. Подробности далее. Экспонаты в парке музея «Патриот» любят изучать малыши. К ним можно подойти поближе, потрогать детали и познакомиться с устройством тех или иных частей. Таким образом, подрастающее поколение может прикоснуться к истории и узнать, какая техника стояла на защите Родины во времена военных конфликтов. Но, как оказалось, далеко не все саровчане чтят подвиг своих соотечественников. Неизвестные выбили стекла в военном автомобиле с реактивной системой залпового огня «Град». Несколько лет назад нам ее выделило Министерство обороны, мы поставили ее сюда на постамент. А так она участвовала в таких войнах, как Афганская война. Реактивную систему залпового огня «Град» принято считать внучкой знаменитой «Катюши». Она была поставлена на службу и вооружение в 1963 году. Ее главная часть – это реактивный снаряд, который способен пролететь десятки километров и поразить цель противника. Что заставило людей повредить военный автомобиль с полувековой истории, неизвестно. Активисты военно-исторического общества 1945 займутся восстановлением экспоната. Такие автомобили еще есть на хозяйстве у некоторых организаций. Наверное, думаю, найдем, поищем, найдем. Если не найдем, то есть другой выход – сделать из поликарбоната современно и вставить. Они даже будут покрепче и не так будут разбиваться. Скорее всего, наверное, таким путем и пойдем. Свидетелей происшествия пока найти не удалось. События не зафиксировали и камеры видеонаблюдения. Но активисты военно-исторического общества не теряют надежды привлечь к ответственности тех, кому помешал музейный экспонат. Хулиганов бы хотелось найти, если это дети, с ними провести профилактическую работу. Просто, конечно, так делать нельзя и объяснить, что все-таки это экспонат. Если это кто-то просто со зла сделал, ну, бог им судья. В парке музей «Патриот» готов постамент еще для одного экспоната. В будущем там появится десантный бронетранспортер. 5 июля 2019 года меняются правила работы нотариусов. Изменения касаются расширения перечни сведений, предоставляемых нотариусу Федеральной кадастровой палатой. Сотрудники будут вправе напрямую запрашивать данные из Единого государственного реестра недвижимости о документах. Основаниях регистрации вечного права наследодателя. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижнем Новгороде назвали проекты, которые получат финансирование в рамках программы поддержки местных инициатив. Все 8 заявок, которые отправил наш город, прошли конкурсный отбор. Поддержку из областного бюджета получат благоустройство некоторых дворовых территорий на улицах Шверника, Куйбышева и Советской. Ремонт тротуара в Первом микрорайоне, на улицах Силкина, Юности и Советской. Также на условиях совместного финансирования в Сарове установят систему наружного освещения, отремонтируют асфальт и благоустроят дворовые территории на проспекте Музруково. Все эти проекты планируется воплотить в жизнь уже в этом году. В следующий вторник, 9 июля, пройдет торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Саровского физико-технического института. Советные корочки о высшем образовании получат выпускники аспирантуры, магистратуры, бакалавриата и политехникума САРФТ и НИАУМИФИ. Торжественная церемония пройдет в Центре культуры и досуга в НИЭВ. Начало в 14 часов. А в 13.30 на площади Ленина состоится парадное фотографирование выпускников этого года. С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3% денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Повышение проводится с учетом уровня инфляции по итогам 2018 года. Индексация коснется тех, кто проходит военные службы по призыву, контрактников, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и ряда других. Прописать универсальный алгоритм, который позволит оптимизировать график движения автобусов и при этом равномерно распределить нагрузку на маршруты и уменьшить время ожидания общественного транспорта. Именно такую непростую задачу поставили организаторы Хакатона перед Филиппом Бурматовым и его командой. Ребята признаются, что для того, чтобы решить эту проблему, им пришлось провести за работой всю ночь. Спали прямо в кабинете всего несколько часов. Они понимают, что сейчас у них есть все шансы действительно сделать жизнь горожан лучше. Поэтому об отдыхе пока даже и не думают. Наша группа состоит из сотрудников ядерного центра полностью. Мы представляем разные отделения, но являемся достаточно активными гражданами, поэтому собрались здесь решать насущную проблему для нашего города. Для решения кейса сотрудникам ядерного центра внеев пришлось внимательно изучить все необходимые законодательные нормативы и акты и даже проехать на автобусе по всему городу, чтобы оценить загруженность общественного транспорта. Мы анализируем данные, которые сейчас получаем со служб городских, пытаемся выработать алгоритмы оптимизации и предложить те решения, которые в будущем помогут и жителям, и городской системе транспорта соединиться, так сказать, для блага города, для улучшения нашей транспортной ситуации. И меньше чем за сутки участникам удалось найти удачные решения, которые были одобрены экспертами Хакатона. Одним из таких стало предложение сделать так, чтобы в приложении можно было понять, во сколько на нужную остановку подъедет тот или иной автобус. Сейчас, если мы открываем по платформу Монсаров, там стоит только расписание. То есть автобус должен прибыть на остановку, например, в 12.52 по расписанию, а он еще даже в проекте не едет где-то близко, соответственно, люди получают ошибочные данные. Чтобы им удобнее было пользоваться, мы говорим, давайте делать динамично. То есть есть трекеры, GPS-трекеры у каждого автобуса, и можно спокойно привязать по времени, значит, и по расстоянию этот трекер, рассчитать ориентировочное время прибытия. Первое место в Хакатоне заняли студенты Саровского физтеха, которые разработали механизм оценки объема мусора. Второе место у сотрудников РФЦ в НИЭФ. Бронза досталась сборной ядерного центра и телефонной компании Сарова. В городской художественной галерее открылась персональная выставка Павла Николаева. В экспозиции представлено 36 оригинальных работ художника. Павел Николаев работает с деревом и пишет стили, которые сам для себя определил и назвал «готический наив». Его картинам характерна декоративность и тщательный подбор деталей. В одной работе художник использует многослойную технику акрила, покрытие лаками и живопись маслом. На открытии выставки Павла Николаева побывала наша съемочная группа. Павел Николаев родился в Москве и сейчас живет в Краснодаре. Работал и выставлялся в Европе, Америке, Южной Африке. Во время путешествия он познакомился со средневековой живописью, и ее влияние сказалось на его дальнейшем творчестве. Сам художник определяет свой стиль как готический наив. Узнаваемый, яркий, самобытный стиль, который в себе таит и эффект состаривания, когда приходишь на его выставку, такое ощущение, как будто бы ты попадаешь в галерею старинных картин. С другой стороны, в работах виден детский, немного наивный взгляд на мир. Центральная картина о мечте отражает настроение всей выставки. Как считают сотрудники галереи, теплые душевные работы Павла Николаевой найдут отклик у саровского зрителя. Сейчас в Саров приезжает очень много гостей, внуков, детей. Возвращаются на каникулы, приезжают сюда к своим родным, близким. И я думаю, что это будет настоящим подарком. Подобно художникам прошлого, Павел Николаев ручной делает и рамы, покрывая их составом из воска и смолы. Всего на выставке представлено 36 его произведений. Большинство написано акрилом на деревянных досках и покрыто несколькими слоями лака. Именно лак создает на его работах особые трещины, кракелюры, которые дают эффект состаривания краски. То есть сначала написана работа, потом он покрывает специальными слоями, которые дают вот эти кракелюры, после чего втирает темную краску и проявляя эти трещинки на поверхности, в данном случае не холста, на поверхности красочного слоя. Познакомиться с экспозицией можно до конца лета. А также в рамках выставки каждый четверг в 16.00 в галерее будет проходить творческая мастерская «Рыбы чудес», где все желающие могут придумать, сделать рыбку и написать на ней пожелания художнику. Затем их все отправят в Краснодар Павлу Николаеву для лиц старше 6 лет. Литературные игровые программы, интерактивные занятия и тематические викторины. Проект «Летний читальный зал» библиотеки имени Маяковского продолжает свою работу. Очередная встреча была посвящена предстоящему Дню любви, семье и верности. Участники узнали об истории праздника и смастерили поделку. Подробности в следующем репортаже. В этот раз из-за погоды встречу в рамках летнего читального зала перенесли в здание библиотеки. Занятия посвятили Дню семьи, любви и верности. Юным посетителям рассказали легенду о Петре и Февронии Муромских, которые благодаря своей истории вечной любви стали символом супружеской жизни. Праздник всероссийский, мы отмечаем его в этом году уже 12-й раз. Мы поговорили о семье, рассказали детям о том, чему посвящен праздник, вернее сказать даже кому. Святым Петру и Февронии рассказали легенду. Дети увлеченно знакомились с праздником, вспоминали поговорки и отгадывали загадки. Сотрудники библиотеки подготовили мастер-класс, где каждый мог смастерить своими руками оригинальную рамку для семейной фотографии. В преддверии праздника, может быть 8 июля, именно дети подарят своим родителям, своим бабушкам, дедушкам, близким рамочку для фотографий, которая символом праздника с ромашкой. Некоторые уже успели стать постоянными посетителями летнего читального зала, а другие пришли на проект впервые. Вику и Дарину сюда привела бабушка. Вместе с ней девочки с особым старанием и трепетом создавали поделку. Рамку они смастерили в подарок на день рождения мамы. Я пришла с внучками своими сегодня первый раз на такое мероприятие. Очень понравилось. Интересно рассказывали. Они две сестренки и старались для мамы. Они мечтали сделать цветы. Просили меня, давай сделаем бабушка цветы. Ну вот видите, как сегодня удачно у нас получился день. Летний читальный зал открывает свои двери для всех желающих каждый четверг в 16.00 в сквере у городского фонтана. Выполнить задание, найти потерянные вещи и помочь Алисе вернуться домой. Воспитанники клуба «Мечта» Центра внешкольной работы подготовили для своих младших товарищей квест по произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Участникам предстояло победить Бармаглота и вернуть корону Белой Королеве. А также узнать много удивительных фактов о персонажах сказочной страны. Чеширский кот, гусеница Абсалем, Безумный Шляпник и другие персонажи известного произведения Льюиса Кэрролла Встретили ребят на дворовой площадке клуба «Мечта». Там проходил тематический квест по мотивам «Алиса в стране чудес». Дети погрузились в атмосферу сказки и без труда преодолели все испытания. Мы должны были ходить по разным станциям, выполнять задания. Мне кажется, самая сложная станция была, где нужно было играть в шахматы у Белой Королевы. Были дети, которые умели играть в шахматы, они нам помогали, объяснили, как ходят фигурки, к которым ходили. Играя разных персонажей в театральных постановках, Дарья Закатова старается не только подлинно изобразить героя, но и добавить что-то от себя. В этот раз Даша предстояла сыграть роль Красной Королевы. Красная Королева – это плохой герой, если можно так выразиться. И в фильме она играла роль главного злодея. Она немножко сумасшедшая, если можно так сказать. И она противостоит своей сестре Белой Королеве. За власть они борются. Ребятам предстояло преодолеть семь станций. На каждом этапе их ждали персонажи сказки, которые подготовили для участников разные задания. В финальном поединке ребятам нужно было победить дракона Бармаглота. Самым сложным оказался конкурс с игрой в шахматы. Поскольку это довольно-таки сложная игра, она требует больших тренировок все-таки. И тем более эти шахматы, вы видели, они были укорочены на таком варианте. Это ходили только кони. И здесь нужно было логически простраивать путь. Ребятам это было довольно-таки сложно. Квест по мотивам известной сказки Льюиса Кэрролла удался, считают организаторы. Ребята поработали в команде, повеселились и узнали много нового. В конце всех участников ждали сладкие призы и фото с персонажами. Спасибо! И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей! Субтитры подогнал «Симон»!